здравствуйте дорогие друзья переписываться мне приходится с вами довольно много хотя веду я себя очень строго и людей которые тратят мое время впустую сразу же начинаю отправлять во своясь и ну такова работа и по-другому в принципе нельзя потому что я могу тратить кучу времени ни на что поэтому бываю довольно строг цените мое время я буду ценить ваше здоровье вашу жизнь ваше благополучие дам очень много хороших знаний которые помогут вам же но для этого еще раз подчеркиваю вы должны ценить мое время естественно общаясь с людьми мне приходится общаться с очень необычными людьми и учитывая то что сама тематика моего канала она несет себе глубокий эзотерический подтекст точно также привлекаются люди которые обладают какие-то мистическими интересами и данные мистические состояния мистические интересы они проявляются соответствии с какими-то внутренними умонастроениями разных людей к элементам мистики подтягивают или подталкивают разные элементы нашей судьбы нашей жизни но так или иначе у всех у нас есть какие-то свои особые причины кармические причины вот и к чему я это рассказываю одна из подписчиц некоторое время со мной переписываясь она вела себя весьма необычно и очень часто у меня складывалось впечатление что я общаюсь с разными людьми при этом она довольно часто в постах высказывала такие фразы что мы подумаем над вашим предложением нам было бы интересно знать что вы думаете на эту тему вот то есть другими словами складывалось ощущение что я общаюсь сразу с несколькими людьми но которые живут в одном теле ощущение весьма странное если это первое время я не обращал внимание на этот элемент то последнее время как я понимаю данные диалоги они обрели более глубинную искренность и вот тут я действительно уже заинтересовался я подумал а почему же почему же подписчица пишет именно в таком стиле в таком духе но естественно я могу сказать что действительно подобные переписки они сопровождаются необычными впечатлениями ну по крайней мере с моей стороны то есть явно видно что человеке борется несколько начал сначала могут проявиться одни эмоции потом на смену им приходят другие эмоции очень часто даже противоположные ход мышления также бывают очень непоследовательные и данная подписчица она однажды как я понимаю она все это время скрывала какие-то внутренние свои эмоции но впоследствии она все-таки разоткровенничалась и решила задать вопрос связанный с порчей просила просмотреть насколько насколько велика вероятность того что на ней действительно находится порча насколько велика вероятность что у нее есть какие-то проклятия на ее судьбе на ее жизни и так далее относительно всевозможных порч проклятий заговоров я уже говорил на эту тему эта тема не моя я в этой теме 0 и я уже объяснял что данная тема довольно глубокая все эти знания передаются через кровных родственников то есть через бабушек дедушек обычно передается через поколение передаются не только заговоре древние молитвы но передаются еще ключи замки молитвы которые открывают закрывают пространство защитные молитвы молитвы которые находятся или дают своего рода защиту самому человеку который вступает в противодействие с порчи и тогда либо либо накидывает на кого-то порчу то есть это целая наука она настолько глубокая настолько непостижимая что друзья у меня просто физически нет времени на изучение данных вопросов да мне иногда бывает это интересно но я туда не влажу потому что очень много времени на все это нужно у меня этого времени нет и естественно подумав о том что ну раз это порча то скорее всего я там ничем не смогу помочь но решил все таки я посмотреть что же там тревожит ну и когда я настраивался на духовное тело этой женщины я думал что ну сейчас действительно что-то увижу а потом еще придется ноги уносить оттуда потому что очень часто в подобных проклятиях или подобных порчах используются энергии связанные с кладбищами либо с демонами с духами либо энергии связаны с нечистыми днями с нечистыми положениями планеты так далее там но я уже говорил это наука довольно сложная наука и мне было довольно не по себе и я побаивался так но когда я настроился я увидел что на самом деле проблема то в общем то и не в порче а проблема находится в том что одно из ее астральных тел захвачено просто одним из нижних миров как это происходит это происходит в силу того что мы одно время допустим совершали глубокие кармические греховные деяния которые накопившись они уводят одно из астральных тел в связь с одним из миров допустим если мы совершали много краж и занимались воровством то наше астральное тело которое связано с мирами голодных духов в которой ведет воровство да в данном случае это астральное тело будет захвачено миром голодных духов и естественно в сновидениях мы будем видеть очень часто голодных духов которые будут приходить в наши сны очень часто мы будем даже их видеть в материальном мире и они будут нас донимать донимать при этом у нас очень часто будут воровать что-то красть забирать отнимать либо наоборот не давать наша судьба будет неблагосклонна к нам то есть это будет указывать на то что у нас очень много связи связи с миром голодных духов и это связи на проявляется как большое количество препятствий и в данном случае я видел что одно из астральных тел данной женщины она захвачена именно нижними мирами о в данном случае связь была с еще более низкими мирами эта связь была связана с мирами адов и астральное тело находилось в состоянии захваченности ним из миров ада но учитывая то что эта женщина довольно добрая сама по себе естественно я подразумеваю что она еще совершает много благих деяний соответственно родившись в этом воплощении она ее душа не попала в нижний мир она родилась в этом мире но при этом последствия деяний связанных с прошлыми воплощениями осталось и как я уже сказал одно из астральных тел просто захвачена нижним миром и в силу того что у нас есть связь связь нижним миром у нее состояние психики состояние ума будет находиться в нестабильном состоянии поскольку ей на сознание на ум постоянно будет оказываться воздействие связанные с нижними мирами как это происходит очень часто у нас могут возникать мысли которые не свойственны нам допустим мы идем по улице а у нас в голове начинают проявляться мысль совершенно не характерны нашему поведению либо мы заходим в магазин смотрим на одни предметы а мысли у нас возникают совершенно противоположные не то есть не характерные или же неестественное либо нас будут проявляться мысли связанные с неестественным для нас мышлением то есть мышлением мужчины допустим если мы женщина да то есть когда мы в какой-то момент начинаем думать как мужчина либо мы начинаем думать как какой-то нечистый дух и нас нами начинает завладевать какая-то не свойственная неестественная нам техника нашего поведения или несвойственное нам желание это все связано с тем что у нас одно из астральных тел захвачено одним из нижних миров и это начинает проявляться в нашей жизни кроме нестабильного состояния ума и нашего интеллекта и нашего подсознания мы также будем испытывать подобное воздействие на уровне мира сновидений то есть мы будем видеть как в сновидениях у нас какие-то грязные духи нечистые люди грязные люди будут что-то забирать красть наши документы красть наш кошелек не будут позволять нам куда-то уезжать то есть они будут всячески нас задерживать в каком-то грязном помещении мы будем видеть себя живущими в грязных подвальных помещениях живущими в ямах во врагах в разрушенных домах в зданиях которых не будет ни света ни окон не чистого пола в окружении каких-то нечистых людей в грязных одеждах либо очень часто будем видеть себя в голом состоянии и все это состояние будет проявляться в нашем случае в силу того что периодически будет проявляться вот это вот нечистое воздействие одного из нижних миров и естественно мы можем в силу стремления ума найти какое-то объяснение он всегда находит объяснение друзья подчеркиваю наш ум это довольно ловкое существо которое на объясняет практически все и всегда он находит ответ таким образом что мы оказываемся невиновными но поверьте правильнее было бы всегда начинать себя не с кого-то внешнего а друзья нужно всегда начинать себя поскольку из своего опыта я могу сказать что все практически люди приходят и начинают рассказывать что где-то у них их жизни кто-то всегда виноват но когда я начинаю рассматривать их состояние астральных тел и состояние их их элементов судьбы я понимаю что проблема в общем-то не вовне всегда а проблема в самом человеке но в силу того что человек не желает работать над собой не желает признавать свои какие-то внутренние недостатки он всегда пытается оправдать себя же в своих собственных глазах используя нечистое состояние своего ума то есть это называется лицемерие или же форма самообмана не идите по этому пути поскольку этот путь он изначально приведет нас не туда куда нужно то есть даже люди которые вступают на путь духовного развития находясь в таком нечистом состоянии ума они очень часто даже продолжают на духовном пути обманывать себя таких людей также бывает очень много и и хум впоследствии очень часто заводит их не туда куда нужно они уходят в какие-то секты какие-то непонятные неадекватные учения вместо того чтобы следовать каким-то серьезным действительно подлинным учением данном случае состояние этой женщины и состояние внутренних противоречий и вполне возможно я уверен что она чувствует что в ней живет сразу несколько существ это не значит что в ней живет несколько существ друзья это значит что средством того что наше астральное тело просто захвачена одним из нижних миров влияние нечистых миров нечистых духов таким образом проявляется что они могут воздействовать на нас средством нашего же астрального тела ну представьте себе допустим у нас есть машина хорошая машина да но которая стоит на улице она естественно не закрыта что с ней произойдет ее быстро украдут на ней будет кто-то кто-то кататься вот так же происходит с нашим астральным телом если мы его не контролируем если мы не совершаем и не встаем на путь духовного развития не развиваемся поверьте многими нашими астральными телами кто-то пользуется из них откачивают условно говоря энергию в них возможно очень часто кто-то живут пусть даже это будут не какие-то супер сильные нечистые существа но обычно простые элементарные духи довольно часто и практически во всех людях находятся учитывая то что у нас сейчас калий юга людей которые находятся в чистом состоянии нету друзья и не нужно относительно самих себя как-то завышать планку поверьте своего духовного опыта я могу сказать что практически у всех людей есть очень большие проблемы очень большие проблемы и как это узнать да очень просто пример я этот привожу практически во всех роликах посмотрите на состояние своих сновидений то есть состояние мира сновидений или же состояние чистоты или нечистоты нашего ума они сразу характеризует самого человека на чем нужно работать чего нужно избегать в чем наши проблемы и так далее посмотрите на свои собственные мысли какие мысли у нас проявляются если из десяти мыслей которые проявились в течение последних 30 секунд нет ни одной мысли связанные с духовным развитием допустим с мыслью о боге допустим с мыслью о том чтобы съездить в покровский монастырь в москве поклониться мощам матроны московской либо помолиться сегодня вечером о наших предках которые нуждаются в молитвах если такие мысли течение последних 30 секунд не возникли это указывает на то что наш ум находится в довольно нечистом состоянии и уже естественно из этого состояния можно сделать дальнейшие выводы если мысли с наши связаны с гневливостью с раздражительностью с обидчивостью завистью с жадностью с какими-то глупыми амбициями с вожделением но и так далее то соответственно подобные мысли они очень хорошо характеризуют наше внутреннее состояние далеко ходить не нужно даже не нужно идти к экстрасенсу хотя к если кому-то нужно это нужно естественно обращаться нужно обращаться к мастерам каких-то магических искусств если вы чувствуете что на вас оказывается воздействие связанное с порчей так далее в данном случае этой женщине я все-таки советовал бы заняться духовной практикой и заняться практика которая очень быстро очистила бы ум и практикой которая бы разрушила связь с одним из нижних миров и спустя какое-то время вы также заметите что ваше внутреннее нехарактерное состояние состояние которое не характерно для нашего материального мира для всех других людей она постепенно начнет ослабевать и спустя какое-то время год два три она исчезнет вообще то есть я уже подчеркивал что многие состояния которые в нашей жизни проявляются они не являются какими-то такими уж критичными от которых нужно пугаться и бояться нет нужно просто взять себя в руки просто исправить ситуацию когда у нас что-то поломалось на кухне либо в доме мы берем что берем отвертку берем молоток берем гвозди пилу покупаем какие-то запчасти и чиним все очень просто точно также наша структура внутренняя структура человека есть проблемы с астральным телом нужно починить нужно накопить большое количество хороших деяний хорошим деянием носится паломничество по святым местам паломничество к чудотворным иконам регулярная молитва о предках усопших о наших потомках о близких людях о людях которых мы не знаем жертвования бедным нищим жертвования на строительство монастырей поддержка тех людей которые в том нуждаются участие в каких-то духовных проектах воссоздании храмов допустим либо в строительстве храмов ну и так далее то есть мы все об этом знаем я уверен что собственно мне все это перечислять не нужно я просто стараюсь донести саму структуру того как и что происходит нашем материальном мире поэтому в данном случае чтобы вы не волновались волноваться поверьте не стоит да это всегда неприятно и подобное состояние очень они очень часто нас ввергают какую-то внутреннюю неустойчивость но еще раз подчеркиваю причин для волнения нету просто возьмите это все исправьте возьмите себя в руки скажите себе хватит хватит обманывать самих себя хватит нарушать какие-то предписания хватит лицемерить заниматься лицемерием внутренним лицемерием обманывая самого себя ну сегодня делать это не буду сделаю завтра нет не нужно завтра начинаем сегодня уже и каждый начинает именно в том направлении в котором он находится если мы следуем традиции йоги соответственно нужно следовать пути йоги если мы находимся традиции православия соответственно нужно развиваться традиции православия относительно попытки смешивания этих учений я не советую друзья вы быстро запутаетесь тому не нужно это делать и даже учитывая то что я как бы нахожусь условно говоря сразу в двух традициях я вам не советую потому что это очень тяжело я скорее иду по этому пути прошли другого выбора нету я не могу некоторым своим состоянием найти объяснение я просто учитывая то что в данных двух традициях я не вижу какой-то опасности я им следую то есть я доволен теми благословениями которые я получил допустим от серафима саровского либо получил во время поездки в индии учитывая то что я сам по себе от природы мистик меня это устраивает как только я почувствую опасность соответственно я прекращу какое-то движение в не хорошим для себя состоянии но в нашем случае все таки я подчеркиваю нужно следовать одному пути так будет проще то есть мы так быстрее будем развиваться противном случае как я уже сказал мы можем запутаться еще раз возвращаясь к этой подписчице возьмите себя в руки не стоит индульгировать над своим состоянием не хватит себя жалеть жалость поверьте самое ничтожное самое глупое самое бестолковое занятие состояние то есть можно годами себя жалеть подталкивать даже других людей к этому очень часто многие люди начинают жаловаться нам да ну вот у меня болит это болит то третий десятый это жалость это называется жалость самое бесполезное состояние давайте себя возьмем в руки и начнем развиваться и не забывать все таки что жалость и сострадание это корни противоположное состояние сострадание она не зависит от объекта жалость это жалость к своей гордыне к тому что наши желания не реализовались к тому что наша гордость не почувствовала какого-то внутреннего удовлетворения и так далее то есть жалость она проявляется в первую очередь к себе даже если мы жалеем кого-то то мы скорее всего жалеем никого-то жалеем себя поскольку наши стремления и наши желания в отношении того или иного человека они не реализованы это такая вот форма иллюзии или же форма самообмана поэтому связь с любым нижним миром можно прекратить нужно накапливать просто как можно больше благих деяний тема разъяснена с моей стороны до новых встреч